История с фильмом «Любовь» следующая. Я написал этот сценарий достаточно давно, я имею в виду, задолго до того, как я его снял. Я его приносил по тем временам в разные массфильмовские студии, и люди читали, говорили, да, нам нравится, но лучше спрячь его подальше, потому что вроде как бы это была запретная тема. Тема иммиграции, тема уезжающих из страны евреев и всего этого дела. И вот у меня просто лежал этот сценарий. Конечно, он был личный. В каком смысле? Он был личный в том смысле, что я был близок еще сам по возрасту к тем чувствам и отношениям, о которых он был снят. И когда я его писал, я хотел как бы высказаться на эту тему, пока я это помню. Пока я помню вот эти вот первые ощущения влюбленности, ревности. И в каком-то смысле, да, это моя история. И плюс это наложилось на ситуацию в стране, когда появилось тогда это общество памяти, антисемитизм, какие-то вот эти отъезды. Все это витало в воздухе. И когда я снял «Катафалк», ситуация в стране очень изменилась. Вдруг все стало можно. И на киностудии Горького Инесса Туманян, замечательная женщина и режиссер, и у нее была своя там на студии Горького студия, она читала этот сценарий раньше. Она мне позвонила и сказала, да ну вперед вообще, чего там бояться. И я обомлел. В этот момент произошла история, когда мы с моими друзьями Сергеем Ливневым и Игорем Толстуновым решили создать компанию собственную, продюсерскую. Все тогда создавали компании. Это было время вот этого кооперативного кино, когда вообще каждый человек мог создать компанию, где взять денег, снимать. Мы были не исключением, мы создали эту компанию. Стал вопрос, что снимать. У меня оказалось в руках этот сценарий, который я, конечно, хотел снять. Инна Туманян в этом тоже участвовала, была как бы ко-продюсер этого дела. И история понеслась, что называется. Другой вопрос, что пока снимался этот фильм, в стране произошла дикая инфляция. То есть те деньги, которые... Да, деньги мы нашли в банке, в банке Фанон, я никогда не забуду этот банк. И которые просто... Мы пришли, и они сказали, ну хорошо, вот вам деньги. Это было поразительно. Сейчас это трудно все себе представить, но когда фильм заканчивался, эти деньги уже не стоили ничего. И мы уже заканчивали каким-то чудом, спасаясь, отдавая какие-то права. Ну, в общем, было очень... с этим было сложно. Что касается всего остального, то я могу сказать, что, в общем-то, это была первая, по-моему, большая и серьезная роль Жени Миронова, о чем нельзя не сказать, и который был совершенно гениальный. Не верю. О том, что, конечно, это моя жизнь, это мое прошлое, и я могу про фильм «Любовь» пять часов говорить. Но так как это невозможно, то в целом вот такая была история. Я абсолютно... Там много было еще очень важного, о чем надо сказать. Там была Наталья Михайловна Вилькина, гениальная актриса. Алло. Которая к ужасу и, к сожалению, нашему умерла как раз во время съемок. И были два или три эпизода, которые она так и не сыграла, которые пришлось переписывать сценарий. Было ощущение, конечно, такой свободы, легкости какой-то. И это, наверное, один из самых моих искренних фильмов из тех, что я снял. КОНЕЦ КОНЕЦ